Вы покинули Землю и припарковали свой космический корабль где-то рядом с Луной. Сейчас вы находитесь примерно в 380 тысячах километров от родной планеты. Это практически как 50 континентов Евразия в ширину. Теперь вы берете гигантский молоток и огромное долото роботизированными руками космического корабля. Вы прислоняете долото к северному полюсу Земли и ударяете по нему молотком. Земля раскалывается, как яичная скорлупа, и вы видите совсем другую планету. Это Тея, и она прячется внутри нашей планеты, как желток внутри яйца. Нам придется вернуться на 4,5 миллиарда лет назад, чтобы узнать, как она туда попала. Эта прекрасная туманность скоро станет нашей Солнечной системой. Цветная пыль и разные космические обломки медленно притягиваются к общему центру. Головоломка из обломков становится слишком тяжелой и плотной. Температура внутри гиганта растет и, наконец, повышается настолько, что запускает ядерную цепную реакцию. Еще секунда и... БАМ! Происходит взрыв такой силы, что ударные волны уходят далеко в космос. А ослепительную вспышку можно увидеть даже с другой стороны галактики Млечный путь. Когда пыль немного рассеется, вы увидите, что в самом центре взрыва все еще горит яркий свет. Это новорожденная звезда — Солнце. Она тяжелее Земли в 333 тысячи раз. И если бы Солнце было ведром, то понадобилось бы миллион триста тысяч планет размером с Землю, чтобы его заполнить. Нас интересует небольшой объект вон там, в 150 миллионах километров от Солнца. Это груда камней и раскаленной лавы — Земля. Прямо сейчас планета занята формированием своего ядра, в то время как океаны лавы постепенно остывают. Через несколько десятков миллионов лет после рождения Солнца вы замечаете странный объект, который несется к Земле. Это Тея. Маленькая планета родилась примерно в то же время, что и Земля. И теперь она движется по невероятной спиральной траектории с огромной скоростью. Ученые полагают, что Тея была чем-то вроде мячика, которым играли Юпитер и Венера. Венера тянула Тею в одном направлении, а старший брат Юпитер — в другом. Однако масса Солнца составляет 99,8% массы всей Солнечной системы. Вот почему звезда устанавливает собственные правила. Это заставляет Тею двигаться почти по той же орбите, что и Земля. Две планеты сближаются, пока не становятся соседями. Мы видим, что Тея размером с Марс, а шириной — с Атлантический океан, от Нью-Йорка до Португалии. В столкновении не избежать. Тея несется к Земле со скоростью почти 14,5 тысяч километров в час. А это в 11 раз быстрее скорости звука. Если меньшая планета врежется в Землю под определенным углом, Земля, скорее всего, будет разорвана на части, как и сама Тея. Столкновение вызовет огромный взрыв, видимый на других планетах даже в ясный день. Ничего не останется, кроме горящей пыли и мусора. Даже если Тея лишь слегка коснется Земли, она все равно вырвет из нашей планеты кусок размером с Австралией. Но столкновение с Теей происходит под идеальным углом 45 градусов. Она ударяется о Землю с огромной скоростью. Взрыв буквально испаряет огромное количество породы. А ударная волна отбрасывает оставшиеся обломки на орбиту Земли. На месте удара образуется гигантский кратер. Вскоре он заполняется кипящей лавой. Остатки Теи и отброшенные фрагменты Земли начинают вращаться вокруг нашей планеты. По одной из версий, из этих кусков образовались два спутника. Сначала они путешествовали вместе. Но однажды они оказались слишком близко друг к другу и столкнулись, образовав одно большое космическое тело. Согласно другой теории, все осколки начали притягиваться остатками Теи. И через какое-то время образовали Луну, какой мы ее знаем по сей день. Однако в те времена это были просто раскаленные камни и лава. Итак, столкновение под этим углом слегка наклоняет нашу планету и ускоряет ее вращение. Так что за смену сезонов и за 24 часа в сутках нужно сказать спасибо Теи. Земля имеет литосферные плиты. Это огромные твердые куски, из которых состоит кора нашей планеты. После столкновения с Теей они начинают ломаться, трескаться. И это приводит к тому, что углерод, основной компонент жизни на Земле, распространяется по всей нашей планете. Так Земля получает некое подобие метаболизма. Через несколько сотен миллионов лет на нашей планете начинают появляться первые живые существа. Примерно за 4 миллиарда лет простые одноклеточные организмы эволюционируют в жизнь, которую мы видим сегодня. По мнению ученых, такое столкновение — очень редкое событие. Вероятность того, что существует планета, подобная нашей, которая пережила ту же катастрофу, чрезвычайно мала. Возможно, именно по этой причине мы пока не нашли следы других цивилизаций в космосе. Между тем, остатки Теи все еще находятся здесь, на Земле. Конечно, это не похоже на целую планету, застрявшую внутри нашей собственной. Большинство фрагментов расплавились и смешались с земной корой. Если снять верхний слой с нашей планеты, можно увидеть два огромных пятна лавы размером с целые континенты. Они находятся прямо под Африкой и Тихим океаном. Предположительно, это останки Теи. Они не смешались с мантией Земли из-за разной плотности. Это все равно, что смешивать в стакане воду и масло. Масло всегда будет всплывать и создавать пленку сверху. Но если поднять на поверхность эти сгустки лавы, они будут в сто раз выше, чем гора Эверест. Другие останки Теи могут быть на Луне. Ммм, Земля. Третья планета от Солнца. Она же голубая планета. Ее атмосфера примерно на 78% состоит из азота, на 21% из кислорода и на 1% из аргона, водяного пара и углекислого газа. Отличный баланс, чтобы кто угодно мог дышать. Погода здесь тоже идеальна для жизни, в отличие от таких мест, как Сатурн, Меркурий или любой другой небесный объект в нашей Солнечной системе. За это мы должны благодарить тропосферу. Это самая плотная часть атмосферы на нашей планете. Ее толщина составляет от 8 до 14 километров. Этот слой атмосферы влияет на нашу погоду и обеспечивает необходимые условия для существования жизни водоемов. Итак, Земля движется по орбите вокруг Солнца и занимается своими делами, как вдруг, бам, прилетают Венера и Марс и портят все веселье. Никто не хочет оставить бедную Землю в покое. Приближение двух относительно крупных небесных объектов будет иметь ужасные последствия для нашей планеты, начиная с изменения ее орбитальной траектории. Орбиты планет в Солнечной системе должны находиться в балансе, чтобы ничто не вышло из строя. А если к Земле приблизится какой-либо крупный объект, это нарушит нашу орбитальную траекторию. Планеты начнут вращаться друг вокруг друга, что вызовет множество природных катастроф. Это также повлияет на время нашего обращения вокруг Солнца, увеличив его. Дни будут не идти, а ползти. Животным, которые активны в светлое время, придется перенастроить свои биологические часы. Ночные животные должны будут понять, как справляться с длинными ночами. Люди довольно хорошо приспособились к 24-часовому режиму. Само время – это всего лишь человеческая конструкция для измерения вещей. Нам будет трудно спать и приспособиться к растянутому дню. Морские животные полагаются на естественные течения, чтобы мигрировать по океанам. Когда Марс и Венера ворвутся на вечеринку, обитателям морей тоже придется искать новые пути. Птицы, мигрирующие в другие страны в течение года, не будут знать, что делать. В целом, температура на Земле повысится. Нас ждут масштабные тепловые волны и изменения климата. Это подводит нас к следующей проблеме – жара. Радикальное повышение температуры превратит все в бесплодную пустыню. Лето будет длиться круглый год. Это особая заслуга Венеры. Большая часть планеты высохнет и не будет пригодна для выращивания сельскохозяйственных культур. Венера горячая, очень горячая. Несмотря на то, что это не самая близкая к Солнцу планета. Она все равно самая жаркая. Температура на Венере близка к 500 градусам Цельсия, что расплавит вас, как кубик льда. Земли на Венере в целом плоские, вероятно, из-за температуры. В основном там жарко из-за плотной атмосферы, которая удерживает опасные газы у поверхности. Если Венера приблизится к нам, она запустит эти газы в нашу атмосферу и поставит ее под угрозу. Марс, или Красная планета, очень холодный. Возможно, он и останется таким, если начнет вращаться вокруг нас. На Марсе также находится самый большой спящий вулкан в Солнечной системе, по сравнению с которым Эвериэст покажется скромным холмиком. При всеобщей нестабильности он может однажды проснуться и начать извергать лаву. У Марса очень разряженная атмосфера, из-за чего на планете холодно. Его гравитация похожа на нашу. На Марсе есть ледяные шапки на полюсах, состоящие из замерзшего углекислого газа. Три планеты, вращающиеся друг вокруг друга, в конце концов, столкнуться — это лишь вопрос времени. Наша маленькая Луна станет настолько незначительной, что в итоге что-нибудь собьет ее с курса, и другая планета захватит ее на свою орбиту. Или в худшем случае она столкнется с одной из двух вторгшихся планет. Земля испытает экстремальные приливные волны, каких не бывало раньше. Две новые планеты, вращающиеся вокруг Земли, вызовут серьезный дисбаланс, в результате чего наша гравитация выйдет из-под контроля. Каждая приливная волна будет больше предыдущей и накроет всю сушу. Множество маленьких рассеянных островов в океанах будут полностью затоплены. Прибрежные города и поселки тоже станут домом для рыб. Жителям равнин понадобятся лодки, чтобы передвигаться. Плотин и дам будет недостаточно, чтобы остановить наступление воды. Всем придется перебраться в более высокие места, чтобы спастись от наводнений. При все более жарком климате полярные шапки будут таять, как мороженое в летний день, что приведет к повышению уровня воды. Через несколько месяцев вся Арктика будет состоять из одной лишь жидкости. Но подождите, это еще не все. Кора будет изнашиваться из-за нестабильности земной поверхности и колебаний силы тяжести. Земная кора состоит в основном из кислорода, и мы фактически ходим по воздуху. Мы будем испытывать больше землетрясений, чем раньше, а спящие вулканы пробудятся от глубокого сна. Небо затянет пеплом, что сделает полеты невозможными. Никто не сможет путешествовать ни по морю, ни по воздуху. Импорт и экспорт уйдут в историю. Климат станет жарким, как на Венере. Три планеты, вращающиеся друг вокруг друга, и их огромная масса могут привлечь и другие планеты и небесные тела. Замерзшие равнины, горы со сверкающими на солнце белоснежными вершинами, невероятные красные снег. Добро пожаловать на Плутон. Если взглянуть на него издалека, можно заметить, что на этой ледяной планете преобладают зимние оттенки белого и светло-голубого. А приземлившись на поверхность, вы увидите еще и знакомое голубое небо. Видите, это красное пятно в форме кита, которое тянется вдоль экватора, прямо там слева от области в форме сердца. Весьма примечательно. Это место больше, чем Аляска, и оно всерьез озадачило ученых. Речь не о красной глинистой почве или чем-то еще, что можно увидеть на Земле. Это такой вид льда на Плутоне. Ученые считают, что он красный, потому что из атмосферы на поверхность планеты выбрасываются похожие на сажу вещества, которые называются талины. Это те же вещества, что объясняют красную шапочку на спутнике Плутона Харони. А теперь давайте приблизим изображение кита. Только взгляните, у нас есть горный хребет. Да, красный лед Плутона похож на камень, достаточно твердый, чтобы образовались целые горы. Эти белые вершины, которые выделяются на темно-красном фоне, не снежные шапки, как у нас на Земле. Это замороженный метан. Для такой маленькой планеты горы Плутона просто эпичны. Они куда больше, эвересты полностью состоят изо льда. Настолько причудливый ландшафт не встречается больше нигде в нашей Солнечной системе. Однако Плутон – это суровая и холодная планета. Температура там может опускаться до минус 240 градусов Цельсия. Самая низкая температура, зарегистрированная на Земле, а именно в Антарктиде, составила минус 93 градуса Цельсия. А теперь давайте взглянем на сердце Плутона. Это обширная равнина, сплошь покрытая льдом из жидкого азота. Ученые обнаружили, что сердце Плутона вызывает на планете ветры. Кратеры тоже большие, и некоторые из них имеют признаки осыпания и эрозии. То же самое происходит и у нас на Земле. Когда почва разрушается под воздействием разных природных сил, таких как ветер, вода и лед, это называется эрозией. Но почему эрозия на Плутоне – это важно. Она может свидетельствовать об активности тектонических плит. Гигантские плиты суши плавают на расплавленных камнях. Они образуют горные цепи, разрывают континенты на части или соединяют их. Это то, что ученые до сих пор видели только на Земле. Судя по всему, Плутон очень похож на нашу родную планету. А еще на Плутоне есть вода. Она занимает треть его поверхности. Конечно, она не похожа на земную воду, а больше напоминает каменистую слякоть. А вот признаков жизни на карликовой планете пока не замечено. Потребовалось немало времени, чтобы узнать то немногое, что мы знаем о Плутоне сегодня. Он был открыт почти сто лет назад и считался девятой планетой от Солнца. До 2006 года, когда его членство в Клубе планет было аннулировано. Бедный Плутон. С тех пор он считается самой большой карликовой планетой в поясе Койпера – области за пределами нашей Солнечной системы, где полно других карликовых планет и ледяных тел, вращающихся вокруг Солнца. За несколько месяцев до этого была запущена автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты». Это был первый космический зонд, отправленный исследователями на Плутон в 2006 году. Даже при скорости около 56 тысяч километров в час, что в 45 раз быстрее скорости звука, зонду потребовалось почти 10 лет, чтобы добраться до места назначения. Вот как далеко эта карликовая планета. Расстояние от Плутона до Солнца составляет 6 миллиардов километров, что в 40 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Если с его поверхности взглянуть на небо, то Солнце покажется крошечной точкой, как и любая другая звезда. Когда зонд в 2015 году наконец достиг Плутона, он подлетел достаточно близко, чтобы сделать несколько невероятных снимков. Он также собрал важные данные о тех самых красных пятнах и области в форме сердца. Вообще, Плутон ведет себя странно. Особенно его орбита. Большинство других планет вращаются вокруг Солнца практически идеальными кругами, и Солнце у всех находится в центре. Но орбита Плутона совсем другая. Она настолько вытянута, что Плутон иногда пересекает путь Нептуна и становится ближе к Солнцу, чем синий газовый гигант. С этой орбитой связан необычный эффект. У Плутона иногда появляется атмосфера, а иногда исчезает. Когда он проходит рядом с Солнцем, на нем образуется тонкая атмосфера из азота. Но как только планета начинает удаляться от нашей звезды, атмосфера замерзает и обрушивается на поверхность в виде ледяной бури эпических масштабов. Плутон, вероятно, намного меньше, чем вы себе представляете. Если нанести его на карту Земли, он охватит только половину территории США. Во времена миссии Аполлон астронавты, вернувшиеся с Луны, утверждали, что лунная пыль, серая пескоподобная пыль, покрывающая большую часть поверхности спутника, пахнет порохом и напоминает его на вкус. Да, они действительно ее попробовали. Но в лунной пыли нет пороха. Примерно половина ее состава — это стекло из диоксида кремния, образовавшееся в результате столкновения с метеоритами. Они врезаются в поверхность Луны с невероятной скоростью. Под воздействием высокой температуры верхний слой почвы превращается в стекло. И удар сразу же разбивает его, образуя серую пыль. Остальные ингредиенты лунной пыли — это минералы, такие как железо, кальций и магний. А старый добрый порох состоит в основном из селитры, древесного угля и серы. Другими словами, лунная пыль не должна пахнуть как порох, но пахнет. Кстати, когда астронавты привезли ее образцы на Землю, запаха не осталось вообще. Одно из объяснений может заключаться в том, что Луна в некотором смысле похожа на земные песчаные пустыни вроде Сахары. Она чрезвычайно сухая. Когда вы нюхаете воздух в пустыне, вы не чувствуете никакого запаха. Но если вы попадете под дождь, влага поднимет из Земли всевозможные запахи, которые были заперты в сухом песке. С лунной пылью может быть похожая ситуация, когда вы на поверхности Луны, она совсем не пахнет. Ну, не то чтобы астронавты могли принюхаться к ней в скафандрах. Но оказавшись внутри посадочного модуля, пыль вступает в контакт с влагой в воздухе и начинает источать свой странный запах. Другой причиной может быть реакция лунной пыли на солнечный ветер. Ионизированные частицы Солнца попадают на голую поверхность Луны и остаются там. Там нет плотной атмосферы, которая защищала бы ее от этих ионов, поэтому они свободно падают на поверхность. Они очень легкие, поэтому могут разлетаться от малейшего толчка. И когда астронавты доставили образцы лунной пыли в посадочный модуль, эти частицы могли начать двигаться и издавать специфический запах. Это также может объяснить, почему образцы не сохранили свой запах после возвращения на Землю. Поскольку частицы настолько легкие, они могли слететь с образцов, находившихся в посадочном модуле. Когда их поместили в герметичные контейнеры, ионов на них практически не осталось. Следующее объяснение заключается в том, что герметичные контейнеры не были такими уж герметичными. Лунная пыль представляет собой очень мелкие кристаллы с очень острыми краями. Они могли оставить крошечные прорези, которые пропустили воздух, влагу, а также ионизированные частицы. Ученые считают, что узнать все свойства лунной пыли можно, только исследовав ее прямо на Луне. На поверхности Луны сотни тысяч кратеров, образованных падающими астероидами. Но один из них привлек особое внимание. Оказалось, что это не просто ударный кратер, а труба, напоминающая вход в пещерную систему. Ученые обнаружили специфический эхосигнал, который позволил предположить, что внизу находится полая область. Они уловили еще несколько эхосигналов рядом с ямой, так что там могут быть и другие лунные трубы. А в большой трубе поместилось бы футбольное поле. Исследователи считают, что под поверхностью может находиться целая геологическая страна чудес. Она могла бы стать убежищем для астронавтов, высаживающихся на Луну, или даже гаванью для лунной колонии. Никому еще не удавалось пробыть на Луне больше трех дней из-за условий на спутнике. Перепадов температур, разреженной атмосферы, отсутствие магнитного поля, которое могло бы защитить жизнь на поверхности от радиации и солнечного ветра. Астронавты носят скафандры. Костюмы не могут защитить их в течение длительных периодов времени, а вот лавовая труба может. Когда поток лавы остывает, он покрывается твердой коркой, которая позже утолщается и создает крышу над лавой. Она продолжает течь, а когда останавливается, канал может осушиться. Так появляется полая труба. На нашей планете тоже есть лавовые трубки, но не такие большие, как на Луне. В 1178 году, по крайней мере, пять человек в Англии утверждали, что видели, как Луна раскололась на две части со стороны верхушки. В момент события она имела форму полумесяца. Когда трещина расширилась, из нее начал вырываться огонь, который монах-отшельник описал как пылающий факел, извергающий пламя, горячие угли и искры. Затем Луна начала двигаться и пульсировать, но вскоре замерла и стало немного темнее.